Законодательные инициативы этой недели в России. Упростить продажу квартир с детскими долями, конфисковать животных у недобросовестных владельцев, взимать с посетителей ресторанов 1% в пользу бойцов СВО. Какими идеями, новшествами и делами запомнилась эта неделя в нашем городе, расскажут и покажут корреспонденты новосибирских новостей. Смотрите сегодня. Асфальт и не только. Во дворах началось благоустройство. Насколько они изменятся за этот сезон? Рыба мечты. Новосибирские водоемы заполняют молодняком. Какую рыбу можно выловить в местных озерах и купить в магазинах? Предъявите удостоверение. Экскурсоводов заставили сдавать экзамен. Как и зачем проверяют на профпригодность знатоков городских легенд? Богатая история за простыми фасадами. В Новосибирске выпустили путеводитель по конструктивизму. В чем ценность идей 20-х годов? На ключевых городских улицах зашумела тяжелая техника. Подрядчики приступили к ремонту дорог по нацпроекту. В плане работ 17 самых загруженных и в то же время самых болезненных участков с ямами и трещинами. Один из таких проспект Дзержинского от улицы Королева до трикотажной почти километр длиной. Его хотят сдать уже к концу лета и постепенно реконструировать полностью, расширив проезжую часть до четырех полос. Сезон благоустройства дворов начался в Новосибирской области. Позже обычного. Холодная весна подвела. Однако объем работ примерно как в прошлые годы. По разным программам в самом Новосибирске приведут в порядок 222 территории возле домов. Тут пересекаются сразу три бюджета. Федеральный, областной и муниципальный. Как всегда, самые основательные работы ждут те дворы, на которые выделили деньги по национальному проекту. Анастасия Горелова побывала во дворах Новосибирска и окрестностей и узнала, по каким правилам и за какие деньги будут обновлять пространство вокруг домов в этом сезоне. Владимир Александрович рассказывает. На этих качелях выросло не одно поколение. Здесь собирались детвора со всей округи. Но сегодня железные аттракционы выглядят как атовизм. Тяжелые железные конструкции, застарелые слои краски, трухлявые деревянные сидушки. Да и сам двор давно требует обновления. А это соседний дом. Тут нет тротуаров. Все ходят прямо по дорожному проезду. Машины оставляют, где придется. Парковочных мест не хватает. Пять лет правление ТСЖ старалось войти в бюджетную программу, чтобы благоустроить это пространство. Мы несколько лет пытались решать эту проблему. Входили в программу инициативную бюджетирование. Просили администрацию по совместному проекту сделать тротуар. Но наконец добились, что нам без тротуара практически невозможно жить. В этом году здесь развернут работы по нацпроекту. Расширят парковочные места, обустроят вдоль дома тротуары, поставят лавочки и урны. Еще в прошлом году завезли новое оборудование для детской площадки. Сами жители не сидят сложа руки. Ухаживают за газонами и клумбами, выходят на субботники и дружно скидываются на самое необходимое. Например, на свои деньги привели в порядок входы в подъезды. Теперь будут помогать подрядчикам и следить, чтобы двор после ремонта не утратил свою атмосферу. Хотелось бы, чтобы в большей степени сохранялся облик, который был в концепции застройки. Все-таки у нас научный городок и для ученых были предусмотрены зоны тихого отдыха. И чтобы они тоже сохранялись, а не все было так, для веселья и для развлечения. Какую территорию благоустраивать по нацпроекту в первую очередь выбирали сами жители Краснообска. Необходимые условия за дополнительные работы во дворе должны доплатить собственники. После 2018 года, если этот объект у нас включен в программу, 20-процентное софинансирование работ, в том числе сюда входит и свое физическое участие, то есть самостоятельные волонтерские работы, помощь на объекте. В самом Новосибирске по нацпроекту благоустроят 41 двор. Тем, кому нужен ремонт попроще, помогут местные бюджеты. Мы пошли проезд, 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 да, вот сюда. А вот эта часть, это вот эта часть справа, где куча, да. Припаркованные машины на газоне уже традиция для жителей дома на Лазурной 10. Проезды здесь ограничены, они узкие и из-за этого возникает скопление машин. Ни одна скорая помощь не проедет. И вот эту дорогу не ремонтировали уже 30 лет. По муниципальной программе планируют расширить проезды. Гуляим Муратовна помнит времена, когда вокруг ее девятиэтажки стояло всего лишь несколько машин. Теперь запаркованы все окрестные газоны. А по утрам и вечерам в этом узком проезде даже собираются пробки. Для местных жителей бюджетная программа – настоящее спасение. Парковочных мест у нас действительно не хватает. И выезд вот этот, он тоже очень важен, потому что у нас очень много пожилых людей, соответственно, скорые, пожарные, еще какие-то технические моменты. Плюс выезд наших же автомобилей утром. Это очень удобно. Ну, во всяком случае, это для людей. За домом ремонтируют проезд, устанавливают бордюры, а после приступят и к обустройству парковки. Благодаря ремонту здесь будет круговое движение без всяких препятствий. Подрядчик обещает выполнить работы раньше контрактного срока – до 15 июня. Делается все правильно, все делается по соответствующей документации. То есть здесь не просто снимается грунт, здесь будет сделана подушка, песок, гравий, затем асфальт уложен. Сезон благоустройства стартовал этой весной позже обычного из-за холодной погоды. Грунты оттаивают дольше обычного, поэтому мы на работу зашли не в конце апреля, не в середине апреля, как бывало, а только в начале мая. Некоторые объекты, теневая сторона придомовых территорий, мы даже пока не трогаем. Всего в городе по разным программам отремонтируют 222 придомовые территории. Муниципалитет и область выделили по 250 миллионов рублей. На эти деньги обновят 181 двор. Часть этих средств – 65 миллионов – направили районным администрациям, чтобы те оплатили установку детских и спортивных площадок еще в ряде дворов. Как говорят чиновники, все эти цифры не окончательные. В планах работ могут появиться и другие адреса за счет экономии и дополнительных денег. Ну а следующий сюжет для тех, кто любит поудить или поесть свежую рыбу. В Новосибирской области приступили к зарыблению водоемов. Выпускают мальков, выращенных на специальном предприятии. Рыбой из новосибирских водоемов, кстати, торгуют не только на местных рынках или в сетевых супермаркетах. Она пользуется спросом и в соседних регионах, особенно почему-то в Омской области. Виталина Панкова посмотрела, как в новосибирских хозяйствах выращивают рыбу. От икринок до взрослых обитателей водоемов. Вот в таких резервуарах одновременно могут плавать до 5 миллионов мальков. Для каждого вида семейства сиговых созданы специальные условия. Например, передь комфортно чувствует себя в бассейне, температура воды в котором не превышает 18 градусов. Процесс разведения переди непростой и затратный. За каждым этапом развития будущих рыбок следит целая команда специалистов. Сначала рыбоводы получают желтоватую икру, ее диаметр не более полутора миллиметров. Далее ее помещают в инкубационные аппараты. Поток воды не дает икринкам осесть на дно. После вылупления личинки самостоятельно по трубам добираются до бассейна, где им предстоит провести несколько месяцев. Личинки сами находят пропитание, а вот за рациона молодых особей и маточного стада следят внимательно. Кормят смесью из белков и витаминов два раза в день. Все корма, у них основное идет, это рыбная мука и мука из гомарус. Это основная составляющая. Плюс добавляются витамины, антибиотики, чтобы рыба не болела. Сейчас водоем будет прогреваться, передь холоднолюбивая рыба. То есть она будет в нижних слоях стоять, где более холодно. И когда кормите, она все равно поднимается, вот эту теплую воду, она ей нежелательна. Поэтому добавляем лекарства. Подросших личинок вылавливают и собирают в рыбоводные мешки. В каждом из них должно быть 250 граммов рыбопосадочного материала или 100 тысяч личинок будущей пиляди. Вылавливают аккуратно, специальной сетью. Вложим сафаточку, тарируем, обнуляем, набираем 250 граммов. Пилядь не любит соленую воду и сильное течение, поэтому мальков выпускают в озеро. Именно такие водоемы, как Сектинское озеро, где мы и находимся, являются наиболее оптимальной средой для обитания и размножения. Зарыбляем мы в этом году примерно 16 миллионов. Практически уже зарыбили половину. Осталось нам увезти в Карасук еще 9 миллионов. Зарыбить два крупных водоема и все. Сами рыбу не перерабатываем, глубокую переработку не делаем. Продаем только замороженную рыбу. В основном, конечно, покупают амичи. Там она очень востребована. Ну, с крупными не работаем. Там нужна переработанная рыба. И условия договорные у них слишком жесткие для нас. Нам проще ее продать сразу, нас разбирают в течение двух недель. В этом году зарыбляют 6 водоемов. 5 в Красносукском районе и Сектинское озеро в Чулымском. Сколько будет рыбы, покажет лето. Чем холоднее погода, тем больше пеляди. Более 450 водоемов у нас используются нашими рыболовными, рыбоводными организациями. Всего таких организаций 230. 2022 года приросли на 15%. Выловлено и добыто в рыболовных, рыбоводных организациях 14 200 тонн. Понятно, что мы не производим в больших объемах те виды рыбы, которые поставляются. Все зависит от ориентирования потребителя, какую рыбу он хочет в настоящее время приобрести. Если это речная и озерная, то у нас ее в достаточном количестве производится. Практически во всех торговых сетях, которые есть в городе, наша рыбная продукция представлена сегодня. Спросом пользуются не только новосибирская рыба, но и мальки. Их поставляют в другие регионы. Основной закупщик – западная часть России. За Уралом установка такая, что озер высыхает у всех, водность слабая. А так у нас 14-15 регионов России приобретало. Начиная от Магадана и заканчивая Санкт-Петербургом. Там тоже они для восстановления своего популяции поголовья приобретают небольшое количество питерцев. А в основном это Челябинская, Тюменская, Курганская области, Свердловская область, Омская область, Томская, Новосибирская, Кемеровская область приобретают. Так что торгуем, потихоньку продаем. Ну и для многих предприятий нашего сибирского региона мы выполняем мероприятие по компенсации ущерба водным биоресурсам. Подращиваем молодь ценных пород сиговых, нельму, муксуна, пелень и выпускаем в реку. Согласно плану искусственного воспроизводства, который формирует Верхневское территориальное управление, и вот в зоне ответственности мы эту работу проводим. Разводят в Новосибирской области не только аборигенные виды, но и краснокнижные. Основные – пеледь, муксун, нельма, карп, сазан, судак, щука. Также разводят чир и сик, который занесен в Красную книгу Новосибирской области. В озеро выпустили почти 4 миллиона мальков. Через несколько месяцев рыбки подрастут, так что в скором времени у новосибирцев появится возможность попробовать чистый, богатый витаминами и минералами экопродукт. Гидов и экскурсоводов проверяют на профпригодность и вносят в единый федеральный реестр. Правила таковы. С 1 июля каждый, кто занят в сфере туризма, должен пройти аттестацию. Иначе его деятельность будет вне закона. Видимо, это сделали для того, чтобы очистить рынок от некомпетентных экскурсоводов и тех, кто ведет бизнес в черную. Своевременно, учитывая, что именно сейчас растет популярность познавательных прогулок по Новосибирску. Марина Аверина выяснила, как проходят экзамен экскурсоводы, а заодно узнала много интересного о самом городе. Главное в туристическом городе найти друг друга. В смысле, чтобы каждый турист нашел своего гида, профессионала. Конечно, столица Сибири до столицы туристической еще далеко. Скорее, Новосибирск делает первый, но уверенный шаг в этом направлении. В прошлом году, по статистике Росстата, Новосибирская область стала лидером среди регионов Сибирского федерального округа по количеству посетивших ее туристов. Этот туристический сезон в Новосибирске будет другим. Раньше основным документом гида считалась его аккредитация. Процедура эта была добровольной. Теперь, со вступлением в силу нового федерального закона, каждый экскурсовод и гид-переводчик обязан будет пройти аттестацию, проверку на профпригодность. Наша задача была представить вот эти вопросы с разных позиций. Безусловно, это тема истории, это тема краеведения, это тема знания города. Но в то же время там присутствуют и методики экскурсионного дела, и обязательно методики оказания первой помощи. Понимаем, что человек, который берет на себя обязанность гида-эскурсовода, не только должен грамотно, профессионально, хорошим языком рассказать материал, которым он владеет, провести маршруту, но он должен понимать той ответственности, которая на нем лежит, с ним группа. Тех, у кого стаж меньше трех лет, ждет экзамен в два этапа. Тест из 30 вопросов и практическое задание. Мини-экскурсия для комиссии по заданному маршруту, прямо в аудитории. Для опытных гидов все проще. Тест сдавать не нужно, только практика. За пять месяцев этого года успешно выдержали испытания только 20 человек. Получила вот такой вот бейджик, на котором вы видите и QR-код. То есть если на него навестись, то можно всю информацию о номере лицензии моей, когда она выдана, кто я. Круто изменить жизненный маршрут Наталья Долинская решила 4 года назад, когда комфортному офису предпочла городские улицы. Сначала мечтала развенчать миф о сером, неинтересном Новосибирске. И так увлеклась, что стала профессиональным гидом. Теперь я понимаю, что 70% это должен быть показ, а не рассказ. Не лекция просто с людьми, не просто так взять и нужно понимать, что у тебя должен быть маршрут, что это все не должно проходить стихийно. Конечно, это все-таки, наверное, отбор. Остаются только профессионалы и те, кто действительно любят свой город, те, которые действительно хотят его представлять и показывать. Алексей Авдеев вводит экскурсии по Тихому центру. Глядя на него, понимая, что экскурсовод – это и историк, и артист, и имиджмейкер города. Картуз – это реконструкция. А вот часы фирмы Мозер – это самые настоящие часы конца 19 века. Причем они достались совершенно мистическим образом. Здесь аббревиатура АЭС, то есть Алексей Сергеевич, поэтому я понимаю, что это мои часы. Очень дополняют мой образ. Как и сто лет назад, встречают по одежке. И если в Новониколаевске по длине рубахи и ширине портов можно было составить впечатление о статусе хозяина, то сейчас реконструированный образ приказчика помогает горожанам проникнуться духом ушедшей эпохи и понять, как жили люди сто лет назад. Именно вот эта экскурсия по Тихому центру с приказчика, она отличается от всех остальных тем, что я даю другую историю города. Моя прогулка наполнена разными городскими легендами, какими-то происшествиями, преступлениями, любовными историями. В общем, как я говорю, что об этом вы не прочитаете в официальных путеводителях по городу. Тайна, она всегда интересна. То есть я являюсь вот как раз, раскрывая вот эти тайны, да. Но чтобы раскрыть все городские тайны, ходить по городским улицам мало. Нужно отправиться к реке. Новосибирцы и гости нашего города. Компания «Ресклот» приглашает вас совершить увлекательную экскурсию «Шесть мостов». С каждым из шести мостов у Новосибирска своя история. Примечательно, что до появления переправы жители двух частей города жили не только обособленно друг от друга. Даже время в Новосибирске исчислялось по двум часовым поясам. На правом берегу утро начиналось на час раньше. И когда жители Левобережья еще спали, в центре уже вовсю кипела жизнь. В то время это было, ну просто, главной городской достопримечательностью. Это был настоящий городской праздник, да. И тогда жители Правого берега, например, с удивлением увидели, что жители Левого берега, они вообще такие же люди. Когда говорят, что нужно выйти за рамки чего-то, да, нужно получить какой-то принципиально другой ракурс на жизнь вообще, да, вокруг себя и внутри себя. Вот, это именно тот самый случай. Город с реки и город с улиц, суши – это совершенно иное. До 1 июля экскурсоводы могут работать как раньше. А те, у кого еще действует старая аккредитация, смогут пользоваться ей вплоть до 2024 года. Вопросы, вынесенные на аттестацию, доработают. Впрочем, самый главный экзамен у экскурсоводов будет принимать не аттестационная комиссия, а туристы, которые их выбирают. Некоторых туристов привлекают вовсе не оперный театр или, скажем, зоопарк, а минималистичные здания в конструктивистском стиле, построенные почти 100 лет назад. И это тот случай, когда за неприметным фасадом скрывается богатая история и целая философия, буквально изменившая мир в свое время. Чтобы как можно больше новосибирцев узнали об этом достоянии, в городе выпустили специальный путеводитель. Впервые в одном издании собрали фотографии, истории, маршруты, посвященные конструктивизму. С автором проекта пообщалась Василина Чабан. Евгений, здравствуйте. Сегодня поговорим о конструктивизме, который появился у нас в стране в 20-е годы. Что это вообще такое? Расскажите нам немного про это. Здравствуйте. Конструктивизм – это направление в архитектуре, которое получило всемирную известность и родилось в России. Можно датой рождения считать как раз 22-24 годы, когда появились первые манифесты, посвященные конструктивизму, стали создаваться первые здания, давшие начало этому направлению в архитектуре. Архитекторы верили, что их миссия не просто построить какие-то здания, а их миссия создать новое общество, построить новые города. Но конструктивизм – это как бы о простоте. И архитекторы говорят о том, что очень долго не принимали подобное. Почему это происходило? Во-первых, потому что действительно это некая такая была революционная идея. Новый дух в архитектуре, революция в архитектуре. Новая архитектура – это не искусство. Это теперь ремесло, и наша задача – быть такой фабрикой новой жизни. В старой школе архитекторов эти идеи были не близки. Андрей Дмитриевич Кричков, он был, конечно, представителем старой школы. И, конечно, ему было сложно принять вот эти новые радикальные идеи. Ну и целому ряду других архитекторов. Мы сейчас около здания на Урицкого, 37. Чем примечательно это место? Почему мы выбрали его? Оно как раз примечательно тем, что мы здесь видим весь вот этот переход эпох разных. То есть, с одной стороны, дом для работников Томской железной дороги, которая переехала в Новосибирск. По тем меркам это была элита. Хотелось жить комфортно. Ну, насколько это было возможно в тех условиях. И вот строится дом для того, чтобы переехавшие люди с семьями могли как-то более-менее комфортно существовать. Но в этот момент конструктивизм отменяют, потому что это были еще идеи некого такого радикального обобществления быта. Мы же строим советское общество. Радикализм вот этой идеи, отказа от такого традиционного частного быта, он не нравился ни советской элите номенклатуре, ни простым людям. И только вот сейчас в центре, когда строятся апартаменты, например, без кухонь, с минимальным кухонным уголком, они строятся как раз с расчетом на то, что человек, который может позволить себе такие апартаменты, такой образ жизни мобильный, городской, да, он, может быть, и не будет готовить, он предпочтет там гастрономию, кафе какое-то рядом и так далее. И уже появляется запрос на такой образ жизни. Но прошло сто лет с тех пор фактически, да. А для того времени эта идея была еще слишком революционной. Ну и получается, оформление около дома тоже менялось. Я слышала о том, что очень много деревьев высаживали возле домов в стиле конструктивизма. Правда ли это? Да, архитекторы стремились поддержать вот это чувство комфорта, что все-таки человек, выходя из дома, он выходит в какую-то среду, ну, городскую, но достаточно озелененную. Если большой дом забирает у города какое-то пространство, городское пространство, цену, то мы должны вернуть это пространство, например, на крыше дома. Оборудовав там солярий или бассейн. И такие эксперименты были. И вот, к примеру, прямо на этом доме мы видим верхний этаж, архитектура которого немного отличается от нижних этажей. И это как раз связано с тем, что там под крышей некая променадная зона. Здания в конструктивистском направлении. Кажется, что они современные, и люди не понимают о том, что выполнены они были когда-то очень давно. Вы даже создали путеводитель. Расскажите немного про него, как вообще появилась идея, что там есть. Идея сделать путеводитель и в конечном счете создать такую линию авангардов вдоль Красного проспекта состоит в том, чтобы научиться видеть это, различать, удивляться, открывать, ну а дальше радоваться, гордиться, делиться с другими этими открытиями. Сколько всего локаций в путеводителе? Общий маршрут составляет протяженность порядка 8 километров. Это порядка 25 объектов. Мы сделали общий контур маршрута, вот такой достаточно объемный. Но непосредственно это издание путеводителя является первой частью и посвящено той части маршрута, которая идет от, скажем, площади Ленина до улицы Крылова, ну и затем возвращается через несколько интересных мест, которые сейчас не являются такими популярными. Одновременно мы рассказываем какие-то человеческие истории, истории совсем простых людей, которые впервые оказались перед большим зеркалом в магазине центральном и не узнали себя, потому что еще до этого никогда, ни разу себя в зеркале в полный рост не видели. Истории значимых жителей таких памятников, в том числе человека, который стал почетным гражданином города Новосибирска номер один. Сейчас официально столицей этого направления считается Екатеринбург, но можем ли мы в ближайшее время стать ей? Мы общаемся с коллегами в этом городе и считаем, что Новосибирск имеет не меньше оснований для того, чтобы быть такой столицей, а хотя бы по значимости ансамбля архитектурного в общем контексте как минимум нашего исторического центра. Такой концентрации в масштабе вдоль Красного проспекта, наверное, нет действительно нигде. Всего у нас в городе более 200 объектов наследия, конструктивизма и смежных направлений. Конечно, специалисты-архитекторы говорят, что это уже не конструктивизм, это рационализм или там еще какие-то направления выделяют. Но когда мы сейчас смотрим спустя сто лет, понимаем, что все они делали одно большое дело, строили новую архитектуру и новые города. Эту неделю мы увидели такой еще больше полезной и интересной информации на сайте Новосибирские новости и в наших социальных сетях. До встречи! Новосибирск Новосибирск Новосибирск